МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жумарта Ертаева освободили из-под домашнего ареста. Об этом нашему телеканалу сообщим сам беглый бизнесмен. У нас в распоряжении оказался фрагмент постановления Пресненской районной прокуратуры Москвы. Согласно документу, Ертаев свободен в передвижениях и действиях с сегодняшнего дня. Дело в том, что Россия, Российская генеральная прокуратура отказала Казахстану, а в моей экстрадиции я полностью свободный человек. В настоящее время я буду находиться на территории Российской Федерации. Половина предпринимателей Алматы, владельцы объектов, на которых размещена наружная реклама, не выполняют требования закона в рекламе. Об этом заявили сегодня в Управлении архитектуры города. По словам чиновников, рекламой не считаются только вывески с названием объекта, фиши с репертуаром, информационное табло о курсе валют, либо ценники на АЗС. Вся остальная информация, размещенная на вывесках, облагается налогом на рекламу. Напомним, ранее в городской палате предпринимателей уже обсуждался этот вопрос. Представители бизнеса выразили недовольство тем, что вопрос определения объекта рекламы осуществляется частной компанией «Алматы Генплан», которая якобы принимает решение не в пользу бизнеса. Всего в мегаполисе насчитывается порядка 16 тысяч объектов наружной и визуальной рекламы. Если, как таково, разрешительного документа нет, сведения направляются по фактическому размещению наружной визуальной рекламы. То есть это и есть основное, согласно которому мы направляем. И все те недовольства, которые, так скажем, идут, это касательно фактического размещения. Но в первую очередь нужно понимать, прежде чем что-то нужно сделать, в соответствии с законом нужно получить разрешительный документ. Казахстанцев, возможно, будут штрафовать за досрочное изъятие денег со срочных депозитов. Причем санкции могут составлять 50% от суммы начисленного вознаграждения. Об этом сегодня заявили представители фонда гарантирования депозитов. Напомним, с 1 октября в стране действуют новые виды депозитов. Клиентам банков стали доступны срочные, несрочные и сберегательные вклады. Ранее существовал только один вид депозитов, ставка по которым гарантировалась на уровне 12%. Новые вклады, в свою очередь, отличаются сроком хранения, ставками и возможностью досрочного изъятия. В фонде гарантирования депозитов также отметили, что по действующим на 1 октября депозитам никаких изменений не будет вплоть до момента пролонгации. Несрочный вклад предусматривает снятие денег в любой момент. Сберегательный вклад, с него тоже можно снять деньги в любой момент, но для этого нужно будет полностью закрыть договор, так как по этому виду вклада частичное изъятие не предусматривается. Частичное снятие предусмотрено по двум видам депозитов. Это срочные вклады и несрочные вклады. Несрочный вклад позволяет частичное снятие в любой момент. Срочный вклад также позволяет частичное снятие в любой момент, но возможны частичные потери вознаграждения. Названы самые слабые вузы Казахстана. Их определили по рейтингу Национальной палаты предпринимателей Атамикен, который составлен совместно с Министерством образования и науки. Это уже второй этап оценки уровня подготовки кадров вузами страны. Их оценивали 230 отраслевых экспертов, которые изучили порядка 700 образовательных программ. О том, насколько они оказались актуальными и какие цифры получили эксперты в итоге, расскажет наш корреспондент Диана Сапорбекова. Инициаторы составления рейтинга на сегодняшний день обработали данные по 64 специальностям. Ключевые критерии – процент трудоустроенных выпускников, объем заработной платы, оценка актуальности программ, а также результаты анкетирования самих выпускников. До конца года Атамикен сформирует рейтинг еще по 29 специальностям. Но уже сейчас определились аутсайдеры. Чаще всего в тройке наиболее слабых университетов у нас оказывались Мангистауский гуманитарно-технический университет. Из семи специальностей, в которых он участвовал, семь раз он оказывался в топ-3 нижних. Центральный азиатский университет. Тоже достаточно, скажем, есть поле для работы, есть что улучшать. Поэтому, в общем-то, есть вопросы к Тарасскому государственному университету имени Дулатиев. Кстати, выпускником последнего является и экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев, а его отец Уалихан Бишимбаев три года возглавлял Тарасский университет имени Дулати. Впрочем, это было 20 лет назад, а сейчас вуз подрастерял позиции. По информации Министерства образования, абитуриенты 2017-2018 учебного года чаще всего выбирали юриспруденцию, туризм и казахский язык и литературу. Однако эти специальности не вошли в список высокооплачиваемых и пользующихся спросом на рынке труда. Среди лидеров по проценту трудоустройства и средним заработным платам для нас оказалась металлургия с 80% трудоустройства. Средняя заработная плата порядка 147 тысяч тенге. Неплохие данные показывает специальность оценка 78% трудоустройства, средние заработные платы в 92 тысячи тенге. Также специальность информатика 74% трудоустройства и 79 тысяч тенге. Напомню, в июле текущего года был принят закон об академической самостоятельности вузов, в рамках которого каждое высшее учебное заведение будет готовить программу самостоятельно. К слову, ежегодные рейтинги станут ориентиром для абитуриентов, по которому они смогут выбрать для себя ту или иную специальность и вуз. То, что мы сейчас делаем, мы это делаем, старались сделать на опережение времени, чтобы тем самым подсказать абитуриенту, работодателю, в каком вузе какая программа. По словам представителей нацпалаты, практически одни и те же вузы сидят либо в топ, либо в самом низу. Это говорит о том, что в ряде вузов необходимо в корне менять образовательные программы. Сегодняшний рынок труда ждет конкурентоспособных и трудоспособных сотрудников, имеющих хотя бы минимальные навыки. Даниэр Лямбеков, Диана Сапарбекова, телеканал Атамикен Бизнес. Вывести что школьное питание и системы государственных закупок. С таким предложением выступил сегодня спикер-мажориста парламента Нурлан Нигматуллин. Он считает, что сегодня питание в образовательных, медицинских и военных учреждениях проводится по системе демпинга. При этом спикер подчеркнул, что поставщики должны в первую очередь обеспечить качество еды, а уже после думать о ценах. В Казахстане создадут новый орган предварительного квалификационного отбора поставщиков. Об этом сегодня на пленарном заседании мажориста сообщил министр финансов Алихан Исмаилов. Законопроект по вопросам госзакупок, которым он презентовал, предусматривает немало новшеств. Однако депутаты обрушились на нового главу Минфина со шквалом критики. Почему мажористменам не понравились нововведения в закону о тендерах, расскажет Улпан Бегалина. Основными новеллами документа стали переход тендеров в квази-государственном секторе на электронный формат. К слову, для работников данной сферы теперь предусмотрена административная ответственность за нарушение правил закупок. Также планируется ввести единые правила проведения конкурсов для всех организаций страны. Однако исключением стали компании фонда Самрук Казына. А вот поставщикам, которые зарегистрированы в офшорных зонах, и вовсе запрещается участвовать в госзакупках. Исключается и норма о давно уже наболевшей теме – понятие демпинга. По мнению Алихана Смаилова, все эти новшества позволят снизить уровень коррупции в сфере госзакупок. В частности, очень серьезной нормой является внедрение предварительного квалификационного отбора поставщиков, что позволит сразу на год вперед определить перечень тех поставщиков, которые соответствуют по своим параметрам. Однако у депутатов возникло много вопросов к разработчикам. В частности, мажоресменов возмутило, что из закона исключается норма о предоставлении преимуществ отечественным производителям. Мы с вами очень хорошо знаем практику. Подзаконный уровень имеет свойство быстро изменяться. Сейчас, например, вы впишите в подзаконные акты требования о соответствии стандартам, а завтра, по рекомендации, как у нас это принято, зарубежных консультантов, съездим к ним, еще их сюда привезем, а потом еще будем приходить и аргументировать, что для каких-то рейтингов, и эту норму уберем еще из вот этих правил. В результате опять будет страдать отечественный товаропроизводитель. Здесь, наверное, небольшое недопонимание. Мы не защитники того, чтобы исключать такие нормы. Нет, эти нормы в законодательстве будут оставаться. Наше предложение было в том, чтобы проработать все такие критерии, которые важны в разных случаях, потому что от случая к случаю разные критерии важны, и закрепить их в соответствующих правилах, которые будут утверждены уже на подзаконном уровне. Еще одно спорное положение – ответственность субъектов квази-государственного сектора. Одной административной ответственности, по мнению депутатов, недостаточно. С этим мнением согласились и представители АДГСПК. В ведомстве предложили свой метод наказания за коррупцию при госзакупе. Мы предлагаем расширить субъектный состав субъектов коррупции, так называемых, и добавить туда должностных лиц квази-государственного сектора, не только первых руководителей, но также имеющих возможность влиять на принятие каких-то решений при проведении закупок, либо при распределении средств бюджета, либо национального фонда, либо самой компании. В целом же по итогам заседания было принято решение. Все спорные вопросы еще раз пересмотреть на рабочих группах. Срок для согласования определен до второго чтения. А в первом чтении депутаты, несмотря на недопонимание, все же одобрили документ. Корпорация «Казахмыс» организовала сегодня в восстании международную конференцию, на которую приглашены эксперты в области геомеханики. Цель – обмен опытом для дальнейшей безопасной и эффективной разработки Жасказганского месторождения. Подробности в сюжете Дианы Тукиновой. За всю историю Жасказганского месторождения на его рудниках добыли порядка миллиарда тонн руды. Запасы составляют еще столько же, однако, чтобы поддерживать толщий пород, пришлось оставлять часть залежи с запасами нетронутыми. В результате около 18% запасов потеряны, но не безвозвратно. Корпорация «Казахмыс» решила объединить усилия ученых и геомехаников, чтобы организовать производство максимально эффективно и без ущерба для экологии. Говорить о Жасказганском месторождении, о наличии запасов, которые есть. Мы по сегодняшний день миллиард тонн руды уже вытащили. У нас еще миллиард запасов есть, которые нужно будет оттуда извлечь. Мы хотели бы, чтобы этот Жасказган у нас жил еще на долгие-долгие годы. Еще один немаловажный фактор – социальная инфраструктура для рабочих корпораций и для местного населения. «Казахмыс» намерен построить новые жилые массивы, чтобы переселить туда людей из промышленной зоны. На эти цели уже затрачены немалые средства. Очень надеемся на помощь наших иностранных коллег. Потому что есть такой принцип – одна голова – хорошо, две – лучше. Было разослано много приглашений. Это те, кто на приглашение «Казахмыс» откликнулся. Почти 100 лет отработки. Сколько было технических решений – правильных, неправильных. Но ситуации уже кто-то улучшал, кто-то какие-то решения ухудшали. И сейчас мы имеем то, что имеем. Теперь корпорация «Казахмыс» намерена систематизировать работу таким образом, чтобы не только сохранить уникальность Жасказганского рудника, но и разрешить раз и навсегда проблемы разрушения горных пород. Организаторы сегодняшней конференции надеются, что на ней как раз таки и будут предложены оптимальные пути решения этих задач.